Свою работу продолжает информационная служба канала РТВА и в эфире международные новости с Сергеем Кения. Здравствуйте! С начала мусульманского праздника Идалятха или Курбан-Байрам в Сирии объявлено долгожданное перемирие. Оружие должно замолчать по всей стране. Но эксперты не берутся прогнозировать судьбу соглашения, подписанного на прошлой неделе России и США. Наблюдатели надеются, что зависимость сторон конфликта от военной поддержки Москвы и Вашингтона настолько велика, что Дамаску и противостоящим ему группировкам придется соблюдать договоренности. Впрочем, конфликт между мусульманами Ближнего Востока не ограничивается пределами Арабской Республики. Даже общий для всего исламского мира праздник не примирил шиитов и суннитов. Над темой работал мой коллега Владимир Унанец. В Алеппо больше не стреляют. Во всяком случае, пока. Город, за который бились все стороны конфликта в Сирии, замер в тревожном ожидании. Если здесь удастся установить хоть сколько-нибудь продолжительное перемирие, жители смогут получить долгожданную гуманитарную помощь. А большие игроки в лице России и США наконец умеют договориться, кого и как бомбить. В первую очередь это на руку Москве, считают эксперты. В случае успеха это поможет России вернуть статус сверхдержавы. По крайней мере, на Ближнем Востоке. На руку этой президенту Сирии затишье поможет ему перегруппировать силы, а включение Москвы и Дамаска в российско-американскую сделку, обезопасить правительственные войска от возможных ударов ВВС-коалиции, возглавляемой США. Башар Асад выглядит довольным. Приняв участие в праздновании Курбан-Байрама, или, как его еще называют, Ид-Аль-Адха, в освобожденном 1 сентября от боевиков в городе Дарая, он пообещал, что сирийские власти в обязательном порядке восстановят контроль над всеми районами страны. Сирийское государство намерено восстановить контроль над всеми районами, занятыми сейчас террористами. Мы восстановим и выстроим заново все, что было разрушено экстремистами в материальном и человеческом аспектах. Настоящая свобода начинается с обеспечения безопасности и спокойствия. Конфликт на Ближнем Востоке расколол исламский мир. Даже единый для мусульман всех конфессий праздник Курбан-Байрам не смог сплотить верующих. Иранские паломники не приняли участие в одном из главных ритуальных обрядов хаджа – побитии камнями шайтана в Мекке. Это стало своеобразным ответом на слова главного муфтия Суницкой Саудовской Аравии Абдул-Азиза Али-Шейха о том, что жители шиитского Ирана не мусульмане. Заявление о том, что население Исламской Республики не следует заветам пророка Мухаммеда, прозвучало в ответ на критику Тегерана. Аэтала Али-Хаммедеи, духовный и верховный лидер иранцев, обвинил саудовские власти в массовой гибели паломников в давке во время хаджа в прошлом году. По официальной версии, именно давка стала главной причиной, по которой Иран отказался посылать паломников в Саудовскую Аравию. Вместо этого шииты совершают хадж в иракские города Наджаф и Кербелу. Королевский дворец в Ириаде назвал это решение еретическим. Сами паломники во всем винят саудитов. Саудовцы совершили презренный поступок, не дав иранским паломникам посещать святые места. Мы хотим сказать, что шииты не милитаристы, они мирные люди. Впрочем, боевиков шиитских и сунницких группировок, воюющих в Сирии по разной стороны, мирными людьми назвать сложно. Союз исламских салафитских бригад Ахра-Рашам уже поставил под сомнение объявленное перемирие. Сделка, которая была заключена между США и Россией, чтобы решить проблему в Сирии, с нашей точки зрения, не достигает даже основных минимальных целей. Мы потеряем все, чего достигли ценой больших жертв. Соглашение служит укреплению режима. Сирийские повстанцы, не разделяющие идеи джихадистов из ИГИЛ и Джабхата Носра, считают, что США и западные союзники предали их, отдав на растерзание Асаду и Путину. А влиятельное издание «Таймс» и вовсе уверено. Перемирие, восхваляемое как решение милосердных и мудрых государственных деятелей, скорее является проявлением циничной и реальной политики со стороны Москвы и окончательного отчаянного отступления американской администрации. Владимир Унанянц, RTVI Люксембург вместо Москвы. В крошечной европейской стране могут начаться обсуждения судьбы многолетнего Палестино-израильского конфликта. Премьер-министр герцогства Ксавье Бетель предложил организовать на своей территории первую за последние годы встречу Бенямина Нитаньягу и Махмуда Аббаса. О последнической инициативе Люксембурга стало известно в ходе визита политиков в Израиль. Глава правительства еврейского государства приветствовал предложение Бетеля, заявив, что готов встретиться с руководителем палестинской администрации где угодно, но без предусловий. Ранее сообщалось, что Нитаньягу и Аббас должны провести переговоры в Москве, но позже стало известно, что в ближайшее время встреча не состоится. Премьер-министр Бетель пригласил меня в Люксембург, но сказал, что туда, может быть, приедут и палестинцы. Так что или Москва, или Люксембург. Мы посмотрим, то или другое, или где-то еще. Мы всегда готовы к прямым переговорам без предварительных условий. Дональд Трамп пожелал Хиллари Клинтон скорейшего выздоровления. Кандидат в президенты США от демократов болеет. Врачи сообщили, что у нее пневмония. Бывший главе ГУЗДепа стало плохо накануне во время участия в церемонии по случаю 15-й годовщины терактов 11 сентября. Соперник Клинтон, ранее намекавший на проблемы в ее здоровье, теперь надеется, что она скоро поправится и вернется в избирательную кампанию. Трамп при этом добавил, что сам в ближайшее время намерен опубликовать детальную информацию о состоянии собственного здоровья. Президент Зимбабве воздвиг себе рукотворный памятник. 92-летний лидер одной из беднейших стран Африки принял участие в церемонии открытия 4-метровой каменной статуи, изображающей его самого. В главе государства руководящему Зимбабве уже более 30 лет памятник понравился. Роберт Мугабе назвал его замечательным искусством. А вот в социальных сетях как президента, так и скульптора подняли насмех. Одни пользователи сравнили изображение Мугабе с Суперменом, другие с пассажиром общественного транспорта, ухватившимся за поручень. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели. Рассказать вам к этому часу продолжайте следить за развитием событий на Артиве и у моих коллег. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь и желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова